Учения по работе при ДТП провели сегодня северодвинские спасатели, чтобы все было правдоподобно. Разрезали отечественный автомобиль и спасли пострадавшего. С подробностями Евгения Карелина. Я нахожусь на месте водителя, который попал в ДТП. И сейчас спасатели будут производить извлечение пострадавшего, то есть меня, с помощью гидравлического инструмента. По методике автомобиль должен разбираться вокруг пострадавшего, чтобы не травмировать его. В этот момент старшие группы проводят работу с водителем, оценивают его состояние. Проверили пульс, посмотрели мое состояние. Что еще? Глаза. Глаза. Все в норме. Сознание разговаривает. Пострадавшего извлекать из автомобиля можно лишь после осмотра врача скорой помощи, если он присутствует и дал команду. Деблокацию производят экстренно в двух случаях. Первый – это прямая угроза жизни, например, артериальное кровотечение, которое невозможно остановить, не вытащив пострадавшего из машины. Либо угроза возгорания и взрыва. Сегодня учение по работе при ДТП проводилось для начинающего спасателя. Андрей присоединился к группе год назад. Для него такая практика впервые. Главное – не нервничать для спасателя. И все делать четко и правильно, по инструкциям. Техника безопасности для себя и для пострадавшего. Домкрат, гидравлический инструмент, разжим и челюстной резак. Эти инструменты могут спасти жизнь пострадавших в ДТП. Спасатели говорят, хочется применять их только на учениях и как можно реже на практике. Евгения Карелина, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.